А что нужно сделать в первую очередь, чтобы сократить объемы контрабанды и направить средства в бюджет? Давайте обсудим с Татьяной Остриковой, народным депутатом и членом парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. Она с нами на связи. Спасибо, Татьяна, что присоединились. Вот смотрите, потери от контрабанды в Украине оценивают до 100 миллиардов гривен ежегодно. Согласны ли вы с такой оценкой? И какие решения нужно принять, чтобы уже в этом году существенную часть вот этих громадных денег забрать у контрабандистов, ну и, конечно же, у тех, кто их покрывает и вернуть государству? Добрый вечер. По-перше, мы вітаем решучий наступ уряду на боротьбу с порушением митных правил та схемами на митнице. Виникает лишь одно вопрос. Почему уряд прозрив только на третьем году своего перебывания при владе? Адже мы поведомляли уряд и про наявные схемы, и про это знают все, знают народные депутаты, знают журналісти, расследователи, знают все, кто смотрит телевизор и принаймні трошки ориентуется в том, что происходит в экономике державы. За три последние годы я бачила одно адекватное исследование фискальных втрат бюджета от схемы ухиления от сплаты митных платежей. И оно оценивает втраты бюджета от схемы на митнице в размере близко 75 млрд грн. Базуючись на том, что сравнили статистику Евростату, экспорту певных товаров из Европейского Союза и статистику нашей службы статистики, что до импорта этих самих товаров на территорию Украины. И разница, и складывается обсяг контрабанды, и, соответственно, можно пораховать митные платежи. Но эту сумму можно как минимум подвоить, враховывая то, что большая количество товаров сегодня идет не из Европейского Союза, а, например, из Китая, который нам не раскрывает информацию о митную вартность товаров из Туречки и других стран, которые не входят в Европейский Союз. Поэтому, безумовно, сумма втрат величезна. Уряд про нее знал завжди. И почему раптом сейчас он решил прозрить, это великое вопрос. Другая вещь, что я задавала в Державной фискальной службе вопрос, каким чином порахованы 4 миллиарда долларов, и кто их раховывал. Потому что я бы хотела мать от Уряда экономическое обрунтывание цієї цифры. И Державная фискальная служба поведомила, что не они раховали. Отже, в меня тогда выникает предпущение, что, возможно, это пораховало Министерство внутренних справ. И, соответственно, мы можем ставить такую цифру десь под суммой. Что же нужно сделать? В всему цивилизованному святе иснует 4-5 довольно простых рецептов борьбы с порушением митных правов. По-перше, это сильная независимая администрация. Это именно тот орган, который должен выявлять и прекратить эти порушения. По-друге, это наявность эффективного обмена информацией про митную вартность товаров с иноземными митницами. По-третье, это невозможность реализации на территории Украины незаконно в черную везеного суди товару. И, по-четверте, это так званный митный пост-аудит контроль. Это когда товари выпускаются в вольный обе, но митница может переверить. И в разе, когда она вважает, что митная вартность была занижена, она донараховывает митные платежи и стягивает их с такого гора импортера. В Украине, Татьяна, я с вами соглашаюсь, не имеет никакого. Татьяна, спасибо, вы уже ответили на этот вопрос. Механизмы, действительно, вы озвучили, они понятны. Вот вы заговорили о черном товаре. Дело в том, что полукраины, уже говоря по правде, к этому черному товару привыкла. Некоторые эксперты пугают тем, что борьба с контрабандой может спровоцировать рост цен и дефицит товаров, если предприниматели будут платить на границе по ставкам существующим и реальным. Насколько эта угроза реальна или это просто способ защитить контрабандистов, скажем? Вы знаете, сегодня БИЛИ бизнес, бизнес-асоциации, они хотят верить в добрые намеры влади, действительно, бороться с контрабандой и с теми схемами, которые пануют на митнице. Потому что от них, в первую очередь, страждая национальный производитель. Когда у нас взуттячий одяг завозится с Китая по доллару, а национальный производитель имеет себе вартость, например, виробництва 5 долларов, то, конечно, наша легкая промисловность лежит. Так само честные импортеры, которые, например, в БИЛУ завозят ту или иную технику, они сегодня неконкурентосты, сравненно с теми, кто эту технику завозит в черную. Но, че в этих черных контрабандистов и схемников, че в них набагато нижчие цены? Ні. Я вам сразу скажу, что разница в цене не такая суттєва. Чему? Потому что они сегодня сплачивают корупционную частку в кишене, в высокие кабинеты. Сьогодні, когда я спілкуюсь с предпринимателями, они показывают мне калькуляцию, куди забита, в том числе, Служба безопасности Украины, внутрішняя безопасность ДФС, прокуратура, разные службы, как то фитосанитари, экологи, радіологи и другие. И вот вся вся братия, которая пильным оком глядает за митницею и за здействием перемещения товаров, она имеет свою корупционную частку из этих черных контрабандистов. Больше того, сейчас они пытаются белый легальный бизнес загнать в тень, чтобы поддерживать деньги не в бюджет, а себе в кишеню. Понятно. Значит, это не более чем спекуляции. Спасибо, что разъяснили. На мои вопросы отвечала Татьяна Острикова, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Продолжение следует...